Всем привет! Меня зовут Оксана Гетьман, я психолог. И в этом обзоре холостячки я хочу вам дать что-то полезное. А вы уже догадались, под какого блогера я кашу теперь? И да, я его тоже смотрю, и она обзорщик холостячки. Напишите в комментариях, узнали или нет. А сегодняшний обзор четвертого выпуска я хочу сделать психологическим. И начинается выпуск со свидания с Александром. И тут Злата поплывла. Отношения с Александром – это типичный пример завоевания женщины. Как это работает от начала до конца. Сначала он перед ней открылся. Показался таким мягким и нежным, добрым. А теперь раскрыл новую сторону. Сторону своей силы. Показался таким защитником, мужчиной. Короче, вызвал женский щенячий восторг. Понятно, что весь этот захват ОМОНа была постановка. Потому что на телевидении не может быть непостановки. Потому что это производственный процесс контента. И создатели этого контента несут ответственность за то, как происходит этот процесс. Если кто-то получает травмы, если кто-то попадает в экстремальные ситуации, даже заболевает, организаторы этого процесса несут ответственность. Поэтому любые экстремальные случаи, все это обезопасено. Если бы на съемках были настоящие бандиты, то съемок бы не было. И Злата, как известная личность, догадывается об этом, даже знает. Но просто в данной ситуации она немножко растерялась. Это был небольшой стресс. И это как раз опять же идет на руку отношениям с Александром. Потому что общий стресс – это всегда сближение. Из-за наручники Александр так официально заявлял, что наручники невозможно открыть в домашних условиях. Я хочу вам сказать, что можно. Даже на Ютубе есть видео об этом. А вы не замечали, что у Златы все мужчины какие-то похожие друг на друга? А Александр все-таки отличается от них. Он и больше по размерам, такой какой-то крупный и лысый. Он какой-то другой. Потом очень большой фишкой были фотографии, где Злата рассказывала о своем детстве, о хороших впечатлениях. И Александр внедрялся в нее, уделял ей внимание. Он пытался ее лучше понять через это, а это всегда выгодно. Да и вообще проявление внимания к человеку, который тебе нравится, всегда выгодно отношения. Главное, чтобы это было не чрезмерно. И по поводу свидания с Романом и сваска. Для того, чтобы понимать людей, не нужно уметь читать между строк. Нужно просто слушать то, что тебе говорят. Открыто и прямо линейно тебе сказали, все, это запомнил. Злата сама сказала, что ей приятнее танцевать с Ромой, нежели сваска. Все открытым текстом, все было понятно еще в начале свидания. Очень меня впечатлила история Романа. Это ж какая тяжелая судьба досталась его матери. Ее муж изменял ей вместе с ее лучшей подругой. А когда она это заметила, она еще получила из-за этого инвалидность. Не смогла ходить по сей день. Еще и они как-то договорились, что она осталась без ребенка, что Романа воспитывал ее бывший муж, получается, изменник, с любовницей. И Романа, по сути, воспитала любовница. Они украли у этой женщины ее жизнь и ее здоровье. Все украли, ее семью, ее ребенка. И здесь подтверждается еще один психологический вывод. В основном человек выбирает ту профессию, которая поможет ему самому. Например, на психолога ведут люди, которые хотят вылечить себя, помочь себе и своей семье. На врачей точно так же очень часто бывает. И на другие профессии тоже. И вы знаете, если бы Роман посмотрел мой обзор, я бы, знаете, что ему посоветовала, что, конечно, вряд ли он посмотрит, но посоветовала бы со всеми его деньгами помогать своей родной матери. В том, хоть как-то ее сделать счастливей после того всего, что она пережила. А на свидании Максима и Богдана все было тоже очевидно. Она прямым текстом сказала, что с Максимом ей лучше. Богдан себя повел, как у нас было в детской книжке. Подходит маленькая девочка к другой маленькой девочке и говорит, ты с той не дружи, и с этой не дружи, и с той не дружи, а со мной дружи. А первая девочка подумала, подумала и говорит, не знаю, какие они девочки, но я уже знаю точно, с кем я дружить не буду. Ну, а что Богдан мог сделать? Это у него передпроигрышная агония. Сколько было в холостяке, что девочки уходили и говорили, здесь все лицемерные, я только я достойна быть с тобой, ты делаешь ошибку. Ну, вот мужская версия, смотрите. А за Андрея Аквамена и его переписку со Златой в Инстаграме. Вопрос. Почему Инстаграм-менеджеру нельзя было, или даже не менеджеру, а эксперту, нельзя было остаться со своим телефоном? Почему Роману Свичкаренку, блогеру-миллионнику, нельзя было остаться со своим телефоном? Почему это вдруг Аквамен остается со своим Инстаграмом наедине? Хотя у всех холостячек обычно забирали телефоны. Что с холостяками по-другому? Или они ни у кого телефоны не забирают? Несправедливо. Я просто в шоке от того, что холостячка не дала Владу Ясько розу, не дала ему победу в конкурсе талантов. Его номер был самый лучший. Конечно, у Андрея были неплохие шутки, но не настолько же. Ну, по крайней мере, может, это зрителям так показалось, что у Влада лучше всего номер, потому что его показали в конце и показали больше восторгов. Хотя Владе, то есть Владе говорю, холостячке он не нравится. Это видно невооруженным взглядом. И вот вам еще один вывод. Можешь ты стараться, можешь не стараться, но если что-то в сердце щелкнуло, оно щелкнуло. Если нет, то нет. Если вам хочется рассмотреть поподробнее кадры с проекта «Холостяк», всех приглашаю ко мне в Инстаграм Оксана Дегетьман. Ссылка в описании внизу.